Ребят, вы заметили, наверное, что произошел ребрендинг этого канала. За весь дизайн, вот эти вот там шапочки YouTube, крутой логотипчик. Спасибо ребятам из Hukanda Design, ссылочка будет внизу. Ребята сделали, скажем так, дизайн-мастерскую для кальянной сферы. Готовы в кратчайшие сроки воплотить ваши идеи. Мои, как минимум, они справились за 5 дней. Все быстренько, по срокам и внешне очень круто выглядит. Я надеюсь, вам тоже нравится. Короче, если кому нужен дизайн, там будет ссылочка внизу. Спасибо, ребята, большое. Эйо, меня зовут Треха, вы на «Любовь кальяне. Рок-н-ролл». И сегодня мы будем мини-лекцию, мини-миг дня, такой совмещенный ролик. Поговорим о способах создания вкуса вашего кальяна. Скажем так, это видеоинтерпретация той статьи, которую я подготовил. Ее выложил на канале Паша Савинов. Мы сейчас у Фила. Как видите, если мы снимаемся, значит, у нас с Филом нормальные человеческие отношения. Это философия. Так что вот он, вот он залетел в кадр. Вот. Так что с нами все в порядке. Давайте сегодня с вами проведем интерактивную, развлекательную и познавательную рубрику. Что такое создание вкуса кальяна, что такое миксология. Миксология – это количество, точнее, способ создания определенного вкуса кальяна под нужную нам ситуацию. То есть ситуаций может быть много, так же, как и вкуса кальяна. То есть нет такого, что кола, лимон там понравится абсолютно всем. Нет. Наша задача с помощью миксологии – подобрать кальян под сложившуюся обстоятельства, заказ, ситуацию и так далее. То есть вариантов их много, и наша задача как можно успешнее это сделать. С этим, надеюсь, понятно. Не нужно пояснять, зачем и как. Будем считать, что у нас всегда абстрактная ситуация о заказе кальяна. Мы не будем ее точности воспроизводить. Мы лишь поговорим о том, как нам успешнее выполнять заказы, забивки на работе или дома, там, для друзей, для себя. Значит, самый простой способ – это прокур соло вкусов. То есть у вас есть дома база из 100 вкусов. Вы каждый из них курите в соло, отмечаете, какой из них вкус больше сладкий, больше кислый. То есть мы взяли, например, там, клюк у авзала, прокуриваем ее в соло. Знаем, что на стандартном жаре она нейтрально сладкая, на повышенном с легкой кислинкой, на перегреве уходит в хорошую кислоту. Бам, себе пометочки сделали. Следующую курим, там, малину чью-нибудь, неважно чью. Знаем, что она сильно сладкая, с небольшой горчиночкой, там, на перегреве с легкой кислинкой. Составляете себе в голове или, там, пишете на бумажке, электронную таблицу ведете о том, какой вкус, как курица, на каком жаре. Потом вы такие, ага, я прокурил 50 вкусов, с чем мне смешать? Смотрите, я хочу кисло-сладкий кальян. Смотрите, у нас там, бам, клюква сладкая, кисло, там, чуть-чуть малины, и хочу, там, немножко, небольшой прохлады. Такой-то холодок от такого-то производителя, ну, образно. То есть, составляя большую таблицу прокура соловкусов, вы уже можете ее как-то систематизировать, отмечать, что вот это хорошо сочетается с этим. Средненько, там, сочетается с этим, и совсем не сочетается, там, с третьим. То есть, вы составляете большую такую таблицу, как это, с чем сочетать. Это самый простой базовый способ, и он вам понадобится в любом случае, даже если вы уже много чего знаете. Каждый день появляется на рынке тысяча разных вкусов, производителей и так далее. Все, конечно, не прокуришь, но основную массу хороших вкусов стоит прокурить в чистую, при знакомстве, как минимум, с табаком, чтобы знать, как ее и где применять. Составили таблицу, отложили, там, записали, запомнили, и можете ей в дальнейшем пользоваться. Это всем, я надеюсь, понятно. Давайте поговорим уже о втором способе. Это такой абстрактный, и не всегда, конечно, рабочий, но там в 80% случаев он имеет место быть. Он быстренько позволяет накидать какое-то рабочее сочетание для создания, там, проходного или хотя бы неплохого, там, заказа на поток. Представим перед собой тарелочку, на которой есть еда или, там, напитки, там, скажем, графин, в котором вы смешиваете напиток, и такой способ, что с чем съесть. Вот, будем называть его так абстрактненько. Что мы делаем? Мы представляем, что у нас на тарелке есть, там, кусок лимонного пирога и стакан молока. Можем ли мы это вместе, там, образно говоря, кушать и есть? Да, можем, будет вкусно. Смело делаем кальяну. Представляем, там, фруктовую тарелку из арбуза, клубники, там, персика. Вкусно будет? Да, будет просто сочетание сладких фруктов. Почему нет? Можно делать. Представляем, там, короче, вы примерно поняли, о чем я говорю. То есть, вы прикидываете то, что вы будете есть, пить в одном коктейле или с одной тарелки. Если это будет вместе норм, то можете проверять кальяном, скорее всего, будет норм. Но у этого способа есть небольшая погрешность. Не всегда то, что на тарелке вкусно, будет вкусно кальяном. И в обратную сторону, конечно же. Если мы представим на тарелке лайм, кокос, имбирь, ну, типа, спорно. Я бы не стал. То есть, жевать имбирь, там, с кокосом и лаймом. Блядь, а кальяном, пиздец, как вкусно. То есть, вот кокос, имбирь, лайм, кальяном просто пушка. Не зря многие производители, там, используют кокос, лайм, как готовый микс для продажи. Потому что это действительно неплохо. Ну, вот, примерно с 80% вероятностью вы сможете это исполнить и получится в порядке. Конечно, количество неудачных сочетаний будут, но их будет куда меньше. Но у этого способа есть и вторая сторона, что, когда вы создаете вот такие несовместимые вместе вещи, периодически будет выходить какое-то сочетание, о котором вы даже не думали, оно будет крайне интересным. То есть, такой способ позволяет, помимо того, что создать хороший, интересный вкус кальяна, который вы хотели, бам, готово, вкусно курить. Но еще и найти какие-то нестандартные способы, нестандартные сочетания, о которых вы просто могли не думать или не знать. То есть, как пример, что если вот мы представим стакан колы с кардамоном и лимоном, то есть, кола, лимон, мы знаем, нормально. А если мы ищем туда кардамон, спорно, оп, получится вкус там похожий, близко к Эрл Грею. То есть, будут оттенки очень близко знакомые вам уже. То есть, вы теперь знаете, что с помощью вот этих трех вкусов вы можете сделать там образный Эрл Грей без Эрл Грея. То есть, такой вариант тоже есть. То есть, этот способ будет помогать вам находить и рабочие сочетания, и необычные сочетания, о которых вы просто могли не думать. То есть, представляем перед собой тарелочку, положили на нее или там в стакан, в абстрактный стакан, налили то, что мы хотим смешать. Будет прикольным? Не будет. Если вы представляете, как вы нормально пьете, смело делайте кальяну. И давайте перейдем к третьему способу. Я буду показывать его на банальном примере, достаточно изъеденном уже в кальяном мире, но для того, чтобы просто было понятнее. Это так называемый разбор на составляющие. Разбор на составляющие представляет собой способ, когда вы, если мы говорим о, так сказать, сочетании с существующим в реальном мире, мы вот будем говорить, давайте на примере пинаколады. Все знают пинаколаду. Классический алкогольный коктейль – светлый ром, ананасовый сок, кокосовое молоко. То есть, все это прекрасно представляют. Это, я думаю, не стоит пояснять. Мы разберемся, многие производители выпускают вкус пинаколады, положили в чашку, накрыли калаудом, готово. Мы будем разбираться, как сделать этот вкус подходящим, почему я начал под ситуацию. Мы будем считать, что гости у нас заказали пинаколаду. Мы задали пару точняющих вопросов, там скрипты на прием заказа, это все оставим в стороне. Нам нужно разобрать, что такое пинаколада на составляющие. Светлый ром, ананасовый сок и кокосовое молоко. Мы такие встаем за стойку и говорим, давайте-ка искать, что у нас есть. Раскладываем, давайте к табакам чуть попозже. Есть ли у нас светлый ром табаком? Как бы у нас есть с вами ром, где-то я его тут отложил, вот, да, Golden Rom and Burner. Ну, они в целом, мы много знаем вкусов рома, они ближе, конечно, к кондитерским, чем алкогольные. Мы такие, хотелось бы алкогольной нотки в ром. У рома есть схожие оттенки с виски, поэтому мы с вами берем Golden Rom и виски, бам, создали алкогольную основу. Отложили такие, хорошо. Дальше у нас там ананасовый сок, что делать? Прохладный ананасовый сок, мы с вами берем, делаем, его отложил. Ананас и чуть-чуть мят и молоко, то есть, можно даже, если вам так удобно, я сейчас побольше объясню об этом. И кокос откладываем. То есть, нам нужно 5 вкусов минимум, да, для того, чтобы создать простую пиноколаду. Чем создание простого вкуса своими руками отличается от созданного уже искусно производителя? Производитель выпускает вкус, он видит таким его и хочет его таким видеть на курении. Вы ничего не можете с этим сделать. Вот как заложена аромка на смесь, все. Когда вы создаете вкус сами, вы можете регулировать пропорции определенных составляющих этого микса. И уже подобрать их под вот эту сложившуюся ситуацию. То есть, если гости скажут, что они хотят больше алкогольных ноток в курении, оп, сделали упор на алкогольную составляющую. Если они говорят, что мы практически не хотим чувствовать ее, мы уменьшаем пропорцию, добавляем там больше кокоса. Именно в этом суть разбора микса на составляющие поэтапно. То есть, вы должны разобрать каждый в голове ваш микс до того момента, пока он не окажется просто на стойке. Чистым вкусом. Если чистого вкуса нет, попробуйте его создать. Для этого вам уже пригодится второй и первый способ про куры в соло или там что с чем съесть, для того, чтобы знать какие ароматы, как создавать. То есть, если нет яблока, мы знаем, что яблоко можно сделать через грушу. То есть, вот эти базовые наметки, которые вы делали ранее, могут вам пригодиться уже на этом этапе. Значит, смотрите, мы с вами будем... Я люблю... Я сегодня гость сам себе заказываю, сам себе забиваю. Я люблю, что в пиноколаде эта горчинка, алкогольность есть много, поэтому мы начнем с алкогольной нотки. Смотрите, каждый микс это основа, дополнительный вкус, ноты вкуса. Либо, если мы говорим о двух основных миксах, то это две основы плюс добавочный вкус там. Но мы говорим об одноосновном миксе, и основой в данном случае у нас будет именно ананасовый сок. Виски с голден ромом это только ноты. Кокос, соответственно, это доп-вкус в нашем пиноколаде. То есть, любой микс раскладывается на основу дополнительные ноты. Но так должно быть на пиноколаде, поскольку я хочу больше сделать, скажем, алкогольных ноток на моем курении, мне нужно будет вот это, именно алкогольность, которую у нас начнут, перевести в добавочный. Соответственно, это делается регулированием просто пропорций. И мы начнем, соответственно, с алкогольной основы. Виски добавит нам яркую алкогольность. Ром погасит ее излишество и сделает его просто чуть слаще. Поскольку весь ром практически выпущенный разными производителями кондитерский, в данном случае при смешении с виски мы сделаем из него сладкий ром, который будет просто подходить. Но при этом не теряя вот эту алкогольную ноту свою. Мы в данном случае поиграемся двумя слоями. Потому что я хочу, чтобы там алкогольная нотка раскрывалась чуть позже. Мы закинем вот эту вниз всю историю. А давайте перейдем к составлению ананасового сока. Мы с вами берем ананасик на верхний слой. Например, в данном случае у меня ананас от Кобры. Достаточно яркий. Много не потребуется. Дели хука мята молоко. Можно было заменить на молоко холод, но в целом мне этот вкус нравится. Он мягенький. Но его нам нужно прям буквально всего ничего. Потому что Делек один из представителей ярких табаков, которые прослеживаются на первых этапах курения и на средних. То есть на поздних уже Делек не выдерживает особо аромку. А вот на ранних и средних этапах он нам кстати. Кокос. У меня тут чербетовский. Мы его ать. Третьим сектором. Можно было сделать компот. В целом не имеет значения. Просто мне так сейчас удобно. В данном случае это не имеет значения. Давайте мы ставим call out и продолжаем разговор. Закрываем вот этот способ о разборе. Так, друзья. Колен прогрелся. Давайте быстренько о нем и закончим наш диалог о составлении вкусов. Насыщенное фруктовое общее тело вкуса и яркие достаточно виски. То есть он достигается не сразу. Это после 3-5 минут курения. Для того, чтобы теплым воздухом прогнать прогрев до нижнего слоя. Потому что, сами понимаете, чашка на нижнем слое еще не будет прогрета. Наша задача догнать именно теплым воздухом на раскуривании и первых этапах курения. Вот она пошла алкогольная нота. Она достаточно яркая. Потому что я люблю, когда он более яркий в таких коктейлях. Потому что, грубо говоря, пинаколада без алкогольной ноты это уже не пинаколада. Это ананас с кокосом. Все-таки суть коктейля именно в алкоголе. Иначе какой в этом смысл? Разбор на составляющие. У нас крепость кальяна. Мы будем говорить о самом базовом. Я специально показываю на понятном примере. Это можно делать куда сложнее. Состав вкусов может доходить до 15-17. А вспоминая историю о том, как Туркевич делал бехеровку. Если бы мне... Да мне просто рассказывали, что там 54 по моему вкуса было. Так что, в принципе, нет ничего невозможного. Кто-то скажет, что это был бейбизм. Ваше право. Суть в чем? Кальян, собранный своими руками из множества вкусов, более точечно попадает в конкретную ситуацию для данного конкретной минуты. То есть, будь то заказ гостя, свое собственное желание покурить. Вы сможете регулировать и пропорцию, и забивку вашими руками на собственном опыте. Понимать, чего больше, чего меньше. Где погасить, где усилить. Именно вот на это рассчитан разбор на составляющие. То есть, до точной пропорции, до точных ингредиентов, которые позволят создавать, гасить, усиливать, выделять какой-то вкус и так далее, и так далее. То есть, мы понимаем, что для базовой пинаколады нам нужно 5 вкусов. То есть, у нас есть 5 вкусов, есть 1 пачка купленная. В чем разница? Помимо того, что вы создали себе якобы геморрой, сколько миксов можно сделать из одного вкуса, Ром? Один. Сколько миксов можно сделать из 5 вкусов? Очень много. Очень много, все правильно. В этом вся логика, что имея 5 вкусов, создавая один микс, вы можете их же переработать, создать немножко другой микс в разной процентовке, получить бесконечное множество вариантов. Так, в целом, работать с любым направленным миксом, у которого есть готовый результат. То есть, это одно из основных, что у микса должен быть готовый, понятный вам результат. Есть такая категория, как ненаправленные миксы. Образно говоря, имбирь, шалфей, лимон. Это ненаправленный микс, потому что у него отсутствует просто направление, у него есть сочетание, оно будет неплохое, но у него нет направления тела вкуса, так называемого, там, основы. То есть, это просто вкусный, хороший микс из каких-либо вкусов, но он ненаправленный. В данном случае у нас направлены в алкогольную тематику. Мы можем выбирать, там, алкогольную, чайную, там, десертную и так далее, и так далее. Это второй уже разговор. Наша задача рассмотреть минус этого способа. Минус этого способа, если мы проговорили о плюсах, что он нам дает, что позволяет сделать. Минус тот, что не всегда вы сможете раскладывать до того, пока не найдете чистый вкус. Тот же, например, с десертами установлено, что там, для того, чтобы создать тесто, да, это ваниль с корицей. Но в определенной пропорции разных производителей это будет близко похоже к запеченному тесту. Но бывают такие случаи, когда и вкуса нет. Например, тот же Джим, например, появился, да, совсем недавно на кальянной стойке. А что делали до этого? Создавали, конечно, из, там, подходящего можжевельника. Что было, когда не было можжевельника, да, делали через елки. Потому что вариантов просто не так много было. Первый минус, да, что вам придется держать много-много вкусов у себя на стойке. Неважно, на домашний или рабочий. Вкусов для этого способа нужно иметь много. Потому что раскладывать вы будете до банальных, до молока, там, до мяты и так далее. Это первый минус. Второй минус, что не всегда этот вкус есть. Вы разложили там на сахар, а у вас просто нет в колене вкус сахара. Вы должны искать ему заменитель. Сладкий, безосновный, бестельный, просто сладкий вкус. Там часто помогает фейхуа, например. Ну, образно. Это два основных минуса, что нужно много табака. И иногда вы будете сталкиваться с тем, что ингредиента просто не существует. Соответственно, здесь вы подключаете уже первый способ смешения. И второй способ смешения вкусов. Вы пытаетесь создать аромат, которого не существует. У вас в наличии или не существует кальяна там вовсе. Это всегда можно при смешении компонентов сделать. Итого, для того, чтобы грамотно сделать хороший кальян, подходящий под ситуацию, у нас есть три базовых способа. Про курс соло вкусов, запоминания, записывания, какие из них хорошо сочетаются. Что с чем сесть и разбор на составляющие. Если вы курите дома, то, конечно, этот способ вам может быть слишком сильно замороченным, потому что дома чаще всего хочется просто забить, вкусно покурить и отдохнуть. Не хочется думать, что-то составлять. Зато, если вы на работе и оказываете профессиональную услугу кальянного мастера, вам придется думать, для того, чтобы эта услуга была оказана профессионально. Иначе какой смысл? Люди к вам ходят за тысячу рублей платить за то, что вы, блядь, чистый масхевчик в чашку ходите. Да, это вкусно, это кальян, но это непрофессионально. Это самый главный аргумент в сторону просто смешения вкусов. Короче, делайте продуманно, проверяйте способы на себе, только потом выносите их уже на всеобщее обозрение. Смотрите, записывайте, обязательно удачное сочетание. Пробуйте, проверяйте и экспериментируйте. Ребят, курите кальяны, любите своих женщин и всем родском.